Проводил совещание заместитель главы Александр Новиков. Он поздравил коллег с Днём работников органов самоуправления, которые отмечали 21 апреля, и по поручению главы города вручил сотрудникам администрации почётные грамоты и благодарственные письма. В отделе по социальной защите подвели итоги в организациях города по охране труда и название лучшей уполномоченной по охране труда. Первое место завоевали средняя школа номер 3 и комбинат коммунальных предприятий. Почётную грамоту за звание лучшей уполномоченной получил работник Атомтранса Александр Галимов. Коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Службы готовятся к проведению общегородского субботника. Также 28 апреля в зрительном зале Центра культуры и молодежной политики состоится праздничная программа, посвящённая Дню пожарной охраны. 28 апреля также состоится юношеский турнир по дзюдо, посвящённый памяти мастера спорта Савиничева в 11 часов на территории детско-юношеской спортивной школы. Хореографический спектакль «Окна души» 29 апреля в 17.30 зрительный зал Центра культуры и молодёжной политики. Также стартовала межрегиональная поисковая экспедиция поискового отряда «За родину» города Весногорска с участием поискового отряда Республики Коми города Сыктывкар с 23 апреля по 6 мая. Суперфинал школьного баскетбольного чемпионата 4 на 4 «Оранжевый атом» стартует в нашем городе с 3 по 5 мая. Игры будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». Субботник и возложение цветов и венков к памятному знаку на месте сожжённых в годы Великой Отечественной войны деревни Серебрянка и Кукоевка состоится 4 мая в 15.30. Также митинг, посвящённый погибшим лётчикам в 42-м году в рамках празднования Дня Победы состоится 4 мая в 12 часов в деревне Новое Сорокарение. Также напоминаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». По всем вопросам прошу обращаться в Десногорский историко-кровеческий музей 3.36. 86. Ученики третьей школы стали победителями Олимпиады. Два учащихся нашего города, средней школы номер 3, Бухарина Александра и Копость Татьяна, стали победителями регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. И на прошлой неделе они также приняли участие в церемонии награждения в городе Смоленск. Инфекционные заболевания на прошлой неделе в Десногорске регистрировались на обычном уровне.